Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. В предыдущем ролике мы с вами сделали все основные настройки для будущего нашего сайта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому было сложно, но вы справились, правда? Сейчас мы будем устанавливать тему на наш сайт. Это шаблон, и не нужно быть супер дизайнером, чтобы выбрать и установить хорошую тему. Заходим в консоль, нажимаем внешний вид и далее выбираем темы. Мы видим всего 4 темы, и они, на мой взгляд, так себе. Чтобы примерить их на свой сайт, нажмите «Посмотреть» и «Активировать». Возможно, вам понравится, но я вам советую нажать на кнопку вверху «Добавить». И перед нами уже появились готовые темы, с которыми будет меньше проблем. Можете их примерить на свой сайт. Это официальные проверенные темы. Их смело можно применять. Выбор достаточно большой. Вверху можно пробежаться по фильтрам. Популярные – 4465 тем. Свежие – 9023 темы. Нажмите на кнопку «Фильтр характеристик». Перед вами откроется окно с множеством тем, функций и макетов. В общем, подбираем все, что душе угодно. Но не все темы при установке смотрятся на сайте идеально хорошо. Выбор большой, но чтобы что-то найти, нужно убить кучу времени. Можно вбить в поисковике Google или Яндекса бесплатные темы WordPress. Но это может печально закончиться. Вы можете подхватить вирус сначала на свой сайт. Его могут взломать и последствия могут быть даже очень печальными. Поэтому советую все-таки выбрать тут, в настройках. Пишем в поисковике слово «БАРД». Нажав вот здесь внизу, в разделе «Слайдер избранного», вы попадаете вот на такую страничку. Примеры «БАРД ПРО». То есть, вот вы здесь видите блок «БАРДА». И вот, что он вам тут предлагает. Вот такие красивые, замечательные сайты, промо-блоги. И вот если мы сейчас нажмем, например, на этот темный, нас перебрасывает на другую страничку. То есть, вот такой красивый блок вы можете создать своими руками. Очень все красиво смотрится. И видите, было на английском языке. Картинки просто обалденные. Сайт просто шикарный. Ну и здесь мы видим, что вы можете заказать такой сайт. И здесь есть цены. Далее жмем «Установить» и потом «Активировать». Переходим на сайт, перезагружаем страничку и видим результат. Уже неплохо. И главное, что она совершенно бесплатная. Картинка как бы и отображает красивую жизнь. Ведь самые богатые люди на сегодня – это действительно инвестора. Вкладывая под проценты какое-либо направление, они приумножают свой капитал за счет ежедневного пассивного дохода. У них больше времени на отдых и на семью. Они ни от кого не зависят. Просыпаются не по будильнику, а тогда, когда выспятся. Ну ладно, давайте нажмем «Внешний вид». Теперь «Настрой». Ух ты, мне уже нравится. И шапка, и колоночки. В общем, есть над чем поработать. Логично сюда поставить, конечно, свою картинку. Вот картинку с интернета можно залить, не беспокоив за вирус. По умолчанию у нас стоят здесь все черные цвета. И вот смотрите, если мы выберем, например, цвет акцента красный, то у нас сразу же здесь, видите, акцент красный. Самое главное, что после каждого вашего действия вам надо вот здесь «Опубликовать» нажимать. Тогда все сохранится. И давайте перейдем на наш сайт. Перезагрузим. Видите, все красным стало. И при наведении на название цвет меняется. Я вам покажу, как настроить изображение заголовка. Значит, нажали. Нужно нам изображение 1300 на 500 пикселей. Вот у нас есть такое изображение, которое есть. Я вот подгрузила вот такое. И давайте добавить еще. Загрузить. Выбрать. И выберем вот это. Открыть. И изображение у нас загрузилось. Здесь можно написать название изображения. Ну, давайте напишем. Криптобиржа. И нажимаем на кнопку «Выбрать и обрезать». «Обрезать изображение». И смотрите, сейчас поменялся у нас пол. Да. И теперь мы видим, что черным цветом у нас название не катит. Поэтому мы возвращаемся в цвета и выбираем название цвета. Выберем белым. Ну, вот уже совсем другое дело подводим. Чтобы подводить, давайте выберем не сиреневый, а, например, красный. И тогда у нас, видите, совершенно другая картинка получается. Опубликовать. Переходим на WordPress, на свой сайт, перезагружаем вот здесь и видим у нас изменения на сайте. Слева вы видите колонку с разными бесплатными инструментами. Выбрать цвет, настроить количество колонок, прикрутить соцсети. И что особенно меня порадовало в этом конструкторе, что нажимая на любую из этих кнопок, например, кнопка цвета или изображение, заголовка, мы видим с вами учебный ролик. Просмотрев его прямо на сайте, вы уже будете знать, что вам делать. Это просто круто. Все в одном месте и все бесплатно. Я в восторге. И вам должно понравиться. Вы можете настроить этот шаблон под себя, под свой бизнес. Если вы действительно хотите зарабатывать в интернете, то сайт нужен, обязательно нужен. Не поскупитесь на хостинг. Возьмите на год. Это недорого. Ссылка для покупки хостинга будет в описании. А мы двигаемся дальше. Второе место, где настраивается внешний вид сайта, это виджет. На шаблоне у нас трехколончатая верстка. Это устаревший вариант. Он неудобный для мобильных устройств особенно. Поэтому правую колонку не трогаем. Ее будем настраивать под себя. А левую колонку полностью удаляем. Выбрали элемент. Нажали на три точки вверху. Выбрали удалить. И так всю левую боковую панель. Теперь справа вверху нажимаем обновить и перезагрузить страничку. Смотрим, что получилось. Центральный блок встал на всю ширину. Это намного удобнее. Теперь давайте разберем, как работать с правой колонкой. У нас здесь есть поиск. И тут тоже поиск. Значит, один поисковик с правой колонки удаляем. Свежие записи оставляем. Свежие комментарии тоже оставляем. Если вы хотите добавить что-то новое, то нажимаете «Добавить блок», «Добавить все». И смотрим. В правой колонке что же можно добавить. Тексты. Это цитаты, заголовки. Медиа. Загрузить изображение с компа. Видео или аудио. А также другие виджеты, темы и вставки. Пролистайте сами до конца и настройте эти кнопки под свою тему. Как настроите по своему вкусу, то переходите к следующему уроку. Все уроки пронумерованы. Поэтому начинайте обучение именно с первого урока. Не советую пропускать их, чтобы не навредить себе же. Надеюсь, вы ставите лайки под каждым уроком за мою подачу нужного контента. Правда? Ну и еще в свойствах сайта мы опустимся вот сюда вниз и выберем иконку для сайта. Загрузить файл. Выбрать. Размер должен быть 512 на 512 пикселей. Я выбрала вот такую. Подписывать не буду. Выбрать. Спрашивает обрезать и опубликовать. Опубликовать. Перезагрузим. Вот где она появилась. Видите? У ютуба вот такой значок. У нас вот такой вот. Для того, чтобы сделать идеальный сайт, нужно перепробовать очень много всяких разных функций. Поэтому не бойтесь. Нажимайте на все кнопочки. Возвращайтесь назад. Выбирайте здесь все. Вводите, смотрите, опубликовывайте. Пока не добьетесь того варианта, который вам лично подходит. Который вам нравится. Ну, а на этом у меня все. Переходим к следующему уроку.